Друзья, всем привет! С вами я, Дима Аккредитованный. И в последнем видеоролике на канале я вам рассказал, как вляпался, взяв кредит в 1 миллион рублей и нарвавшись на страховку жизни. Как выяснилось впоследствии, вот сейчас при детальном изучании, не то чтобы я вляпался по своей невнимательности, как я вам это изначально рассказывал, а это был прямой и самый настоящий обман со стороны менеджера. И в этом видеоролике я вам детально хочу рассказать, в чем именно заключался обман. Поэтому, пожалуйста, досмотрите видеоролик до конца и в конце выскажите ваше мнение. Вот на чьей стороне правда, на моей или на стороне все же банка. Я специально не хочу делать никаких громких заявлений, то что Альфа-банк он плохой, не идите туда. Нет, это в принципе достойный, скажем так, банк. Многие люди там брали кредиты, у них все хорошо, хорошая процентная ставка, которая их устраивает. У них не было навязано никаких доп. услуг по страхованию. Но я рассказываю конкретно за свой случай. Я считаю, что имею на это полное право высказать свое мнение, рассказать об этом честно, потому что у меня есть кредитный договор, и я являюсь клиентом этого банка. Я не пытаюсь хайпануть на этой теме, не пытаюсь набрать на ней миллионов просмотров, чтобы было сотни тысяч подписчиков. Тем не менее, конкретно этим видеороликом я вас прошу поделиться в социальных сетях, чтобы ваши друзья учились на чужих ошибках. Обязательно поставьте лайк этому видео, напишите какой-то комментарий. Ну а лучше не какой-то, а именно выскажите ваше мнение, напишите, кто из нас все-таки прав. А если среди вас есть сотрудники Альфа-банка, то к вам огромная просьба. Внимательно досмотрите видеоролик до конца и постарайтесь услышать непосредственно суть моей претензии. И вот давайте перейдем к самому основному. После того, как я снял первый видеоролик, ссылку на него я оставляю в описании к этому видео, многие написали, что я тот самый лох, без которого плоха жизнь. Многие написали, что нужно внимательно читать договор, ты сам виноват. Другие же написали, что оказались в точно такой же ситуации, тоже взяли кредит, им тоже там всучили какую-то страховку, про которую они знать не знали. Тем не менее, за нее продолжают платить. И у многих был совет из серии «держись, Диман, давай, плати дальше, все будет отлично». Я же пошел немного по другому направлению и решил разобраться в этом вопросе, так как я считаю, что меня действительно обманули. И вот в чем же заключается обман? Вот давайте еще раз детально все проговорим. Я обратился в банк с заявлением с просьбой выдать мне 1 миллион рублей. Я не просил их оформить мне дополнительно страховку жизни. Как выяснилось в процессе, дополнительно, страховка жизни – это услуга сугубо индивидуальная. И ты можешь ее брать, можешь ее не брать, она добровольная. При разговоре с менеджером банка он мне сказал, исходя из того, что ты берешь кредит первый раз в жизни на такую большую сумму, как миллион рублей, тебе нужна страховка, чтобы тебе его одобрили. Он мне не сказал, что я вам рекомендую взять страховку жизни, потому что она вам может быть полезна, что она все вообще включает, мы до этого дойдем. Нет, он же мне вскользь упомянул, что нужно взять страховку, чтобы ты получил кредит. Естественно, я пришел в банк, чтобы получить деньги. И, конечно же, на это согласился, как бы сказал то, что, ну, раз она нужна, давайте, конечно, оформляться. Что она стоит 264 тысячи и она падает в основное тело кредита, с которым я потом буду платить еще процент. Он мне, естественно, об этом ничего не сказал. А если он это и сказал, ну, друзья, вот я знаю то, что вы давно смотрите канал, я знаю, что многие из вас знают, что я такой человек, что я постоянно везде где-то торгую, стараюсь сэкономить. Как вы думаете? Согласился бы я на страховку, которая стоит 264 тысячи, и что же она из себя включает? Ну, смотрите, первая страховка защищает меня от потери работы. Когда я находился в банке, я сидел напротив менеджера и подавал ему документы, естественно, он спрашивал, а где ты работаешь? И я ему сказал то, что я работаю в компании директором, генеральным которым является моя мать. И вот эта страховка может меня спасти от сокращения, если я потеряю работу. Вот как вот вы думаете, какова вероятность, что у меня сократится работа родная мать? Вот я работаю на нее, на себя, на нас, это наш семейный бизнес. Вот какова вероятность, что она меня вызовет одним днем и скажет, слушай, сынок, все, ты сокращен, иди нафиг. Давайте разберем другой момент. Даже если вдруг такое случилось, всякое в жизни бывает, ссорятся дети с родителями, меня сокращают. Первые три месяца она обязана мне оплатить, ну, три моих оклада вперед, и таким образом я первые три месяца после сокращения оплачу кредит самостоятельно. Параллельно с этим я должен заявить в банк об этом, встать на биржу труда, где там числится, и если в течение трех месяцев не нахожу свою работу и не могу дальше продолжить выплачивать кредит, то тут банк, а именно страховая компания, за меня три месяца платит кредит. Вот смотрите, сумма моего ежемесячного платежа 31 тысяча рублей. Вот 31 умножаем на 3, получается 93 тысячи рублей. То есть я плачу 264 тысячи рублей плюс проценты для того, чтобы получить такую возможность, что если вдруг что-то случилось, за меня закроют три месяца. Вот как вот вы думаете, вот просто логически, давайте друг друга спросим, кто вообще на это согласится? Ну никто, конечно же, да отдать 264 тысячи за то, чтобы тебе могли три месяца кредит закрыть. Ну это бред какой-то, согласитесь. Хорошо, идем дальше. Что она еще может дать, эта страховка? Если ты умрешь, то за тебя, соответственно, закрывает все страховая компания. Давайте разберем следующее. Смотрите, вот я взрослый парень, да, у меня нет детей, у меня на мне ничего не оформлено, машина оформлена не на меня, квартира оформлена не на меня. То есть если так посмотреть по документациям, на мне вообще ничего нету. И сотрудник банка это прекрасно знал, он мог это узнать. Он меня все спрашивал, я ему на все это отвечал. То, что у меня есть работа, у меня есть там дополнительные доходы, все. И вот страховка жизни, вот если я умираю, не дай бог, конечно, чтобы это случилось, то что она мне даст? Согласитесь, да плевать мне будет на этот кредит, если я умру. Детей нет, никто в наследство не вступит, нечего мне никому передать. Поэтому вот предлагает такую услугу, вот нужна ли она вообще может быть мне? Вот давайте вот просто по-честному. Вот сидит менеджер, вот сижу я, он мне предлагает, то есть делает, от чего она меня спасет? Я понимаю, что есть люди взрослые, кому там 50-60 лет, они берут страховки. Вот у них дети есть, на них может, вот им возможно эта услуга нужна. Но мне она нафиг не нужна, потерять работу тоже. Возможно эта услуга нужна тем, кто работает на дядю. Я работаю, можно сказать, сам на себя, это мой семейный бизнес. Третье, что дает эта страховка, инвалидность первой группы. Если вдруг что-то случилось в нечастном случае, ты получаешь инвалидность первой группы. Вот вы знаете, что такое инвалидность первой группы? Это когда ты полностью недееспособный, это условно ты живой труп. То есть я могу вот лежать где-то в коме, там, фу-фу-фу-фу, конечно. Я как бы живой, но я ничего сделать не могу, я не могу на работу идти, я вообще ничего не могу. Это получается, ты опять же умер. И вот тогда за тебя сработает страховка. Ты как вот ты думаешь вообще, допустим, если оказаться в такой страшной ситуации, получить эту первую группу, доплевать мне будет на этот кредит. Я, скорее всего, там буду думать о том, что вообще мне жизнь эта не нужна. И при всем этом сидит парень, менеджер, который мне говорит, вот это очень нужно, это вам полезно. И она как бы вам поможет получить кредит, если вы ее не возьмете. Вот он, конечно, детально мне все не рассказал, что она себя вообще представит. Он просто сказал, страховка, которая нужна вам, потому что вы берете первый раз кредит, и тогда у вас будет там одобрение. Более того, он меня не проинформировал, и ясно мне не сказал, что если ты не хочешь, давай попробуем вообще без нее. Ну вот смотрите, вот он мне говорит то, что тебе она нужна. Вот мы же по-логически, да, по-нормальному, если человеческое отношение есть, когда все по-честному идет. Он мне мог сказать то, что давай попробуем взять кредит без страховки. Если тебе ее не одобрят, заявку, тогда попробуем сделать еще повторную заявку, но уже укажем то, что ты берешь страховку. Он же почему-то посчитал, что этого делать не нужно, а нужно сразу оформлять со страховкой. Более того, он мне никак не сказал, что в течение 14 дней после этого ты можешь позвонить и от нее отказаться. Вот вы представляете, на самом деле не нужно никуда ехать. Сейчас достаточно взять телефон, как вот уже выяснилось, сделать звонку и сказать, ребят, страховка была оформлена, я хочу от нее отказаться, верните мне всю сумму там в полном размере. Все. Вот здесь банк, конечно, оперативно работает, оставляешь обращение, тебе говорят, три дня будут ответы. Тебе по факту как бы сказали бы мне, что все нормально, вопрос закрыт. Он мне и про это не сказал. Вот если со стороны служащих банка они посчитают, да как это такое, он тебе не мог сказать, ты же под этим подписался. Да не говорил он мне про это. Если бы он мне про это сказал, я бы давным-давно бы написал бы заявление, попросил бы, чтобы мне вернули деньги, и все, и вопроса бы этого не было. Касаемо кредита, когда я шел непосредственно за кредитом самим, процентная ставка в банке начиналась от 12. Ну они, как обычно, пишут 11.99, то есть округляют 12%. Мне одобрили кредит под процент 16. И я слова по этому поводу не говорю. Я не требую от них дать мне процент ниже. Да даже если бы они оформили мне его под 18%, вопросов бы не было. Я шел с учетом того, что мне срочно нужны деньги, я готов их взять, я готов за него платить. Я не ною, пацаны, вообще никак. Я выплачиваю кредит, я отдаю деньги, никаких проблем нет. Многие говорят, давай сделаем тебе рефинансирование. Вот огромное спасибо всем тем, кто работает в сторонних банках, кто пошел на встречу. Действительно звонят люди и говорят, приходи, попробуем сделать 13.5, 13, 14%. В любом случае ставку сделать ниже. Парни, задача простая. Я хочу этот кредит закрыть досрочно. Но меня просто не устраивает именно тот факт, что меня обманули, утаив от меня возможность отказаться от этой услуги. Вот многие из вас пишут, читать надо внимательно кредитный договор. Да я с вами полностью согласен. Вы поймите правильно, человеческий фактор. Я пришел в банк первый раз в своей жизни брать потребительский кредит. Я никогда в жизни этим не занимался. Вот моя основная задача, вот я работаю в рекламе, я являюсь специалистом по рекламе. Я могу прийти и любому рассказать, как надо сделать правильную вывеску, какого она размера должна быть, как ее согласовать. Но в плане кредита потребительского, тем более, когда срочным понадобились деньги, я зашел и я доверился непосредственно банку. Я не пошел в какие-то банки, про которых знать никто не знает, которые находятся где-то в подвальных помещениях, ну и так далее. Я обратился в известный банк с просьбой, помогите мне, дайте мне лучшее предложение. И вот он кредитный договор. Значит, вот здесь обведено, скажем так, все самое основное. Вот миллион 264 тысячи изначально, что это вот вся сумма кредита. Изначально я вам говорил в первом видеоролике, то что я принял ее по ошибке, то что это сумма переплаты. Да, я сам вот лопух, хотя ниже моей же рукой написано 860 тысяч рублей, да, переплаты с процентами. И здесь в скобочках так аккуратно написано, со страховкой. Но сам факт того, что кредит я беру на миллион. Это вот я сидел при нем, писал. Далее, он мне обводит ручкой сумма годовых 1599, ежемесячный платеж и так далее. Начинаем читать кредитный договор. Вот здесь стандартные условия, все прописано. Вот я вот читаю, читаю и вот дохожу до 11 пункта. Зачитываю. Цели использования заемщиком потребительского кредита. Добровольная оплата заемщикам страховой премии по договору страхования, страхования жизни, плюс защита от потери работы и дохода, кредитными средствами и любые иные цели по усмотрению заказчиками. Вот почему он не обвел вот этот пункт и не сказал мне, Дмитрий, вот смотрите, вот у вас есть пункт, где прописано, что вы какую-то делаете добровольную страховку. Хотя дальше начинаем читать. Вот 15 пункт. Услуги, оказываемые кредиторам заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора. Их цена или порядок ее определения. А также согласие заемщика на оказание таких услуг. Я так подразумеваю, что это как раз-таки должен быть отдельный договор, где будет прописано, что 264 это дополнительная услуга, как страхование жизни, отдельный страховой договор. Здесь же написано просто неприемлемо. Потому что он, красавчик, просто взял и вбил мне это в тело кредита. И мало того, что он мне об этом никак не проинформировал, не разъяснил мне, не сказал, что это мне вообще нафиг не нужно. Вот я вам вот еще раз говорю, да? Вот я вам перечислю, что уходит в эту страховку жизни. Вот скажи вот ты мне, вот просто напиши в комментариях, нужна она мне? Вот где и в чем я могу ей воспользоваться? Я бы слова не сказал, если бы эта страховка имела бы хоть какой-то плюс для меня, что хоть в каком-то моменте я бы усматривал, что я действительно могу ей воспользоваться. Но по факту это, блядь, воздух, вот реально высосано из пальца воздух. И вот в продолжение всего этого, что я начал делать? Естественно, первым делом я звоню в банк по горячей линии и говорю так и так, потому что я хочу отказаться от страховки жизни. И смотри, как это все интересно происходит. Ты звонишь в банк, тебя соединяют с сотрудником, который с твоих слов составляет обращение. Вот ты ему на эмоциях можешь рассказывать, что тебя обманули, ты не согласен. Он, да-да-да, он все записывает своих слов и передает это дальше. Вот дальше кто-то эту заявку рассматривает, человек дает на нее ответ письменный также и отправляет тебе обратно. Тебе приходит смс, ты звонишь и тебе просто зачитывают решение. Ты можешь с ним быть не согласен, ты можешь там визжать, кричать, орать, говорить, ну как так? Все, вот весь ответ, все. И самое главное тебе на руки вот какой-то там бумаги, что тебе отказ сдан, ничего тебе не предоставляется. Телефон и разговор, естественно, тебе никуда никто не высылает. Что я делаю дальше? Я звоню в страховую компанию. Там вообще начинается сам настоящий футбол. Они говорят, что у нас есть две страховых компании. Есть альфа-страхование, есть альфа-страхование-жизнь. Вы сначала позвоните в банк и выясните, с кем у вас договор. Звоню в банк, выясняется то, что никакого какого-то договора мне нет. Вот у меня есть один договор на кредит. И все. Звоню опять в страховую. Они говорят, нужно сначала, чтобы наступил страховой случай. Что у вас случилось? Я говорю, ну вот допустим, у меня сократились работы. Что мне делать? Они меня отправляют на сайт, где идет памятка. И где все прописано, а там прописано следующее, что вставайте на биржу труда. Ну в общем то, что я вам выше назвал. По факту просто реально футбол. Туда-сюда, никто ничего не знает, что делать. Ну естественно один выход ехать в банк. Я приезжаю в банк, записываюсь на прием к заместителю управляющего. Рассказываю ей всю ту же самую ситуацию. Говорю, вот так и так. У меня одна претензия, что меня ваш сотрудник именно обманул. Меня ввел в заблуждение. Ну вот у нее какой аргумент. То, что вы подписались, вот у вас есть подпись ваша стоит. Вот там график платежей. То есть вы это все могли увидеть. Я говорю, ну блин, вы поймите меня правильно. Я от процента от вашего никак не отказываюсь. Я пришел к вам с заявлением на выдачу кредита в 1 миллион рублей. Вот я пришел попросить миллион. Дайте мне его, и я буду платить все. Про страховку, которую он сказал, что она обязательна. Ну вот пересказывай все, с чего мы начинаем. Я понятия не имел, что она не обязательна. Почему он мне по-человечески не сказал, что слушай, без нее можно попробовать. Не получится, будем с ней. Дальше она мне говорит, ну я ей преподношу так то, что наверняка он получает с ней какую-то там премию, прибыль, блин. Ну просто ради каких-то там денег. Вот он меня там подписывает у нее. Она мне говорит, нет. Непосредственно менеджер за оформление этой доп. услуги никаких там бонусов, премии не несет. Я говорю, ну так еще лучше, блин. Если он ничего с этого не получается, в чем я, конечно же, сомневаюсь, наверняка какие-то поощрения от этого есть. Почему он мне просто по-человечески не мог сказать, по инструкции даже не по-человечески, что ты можешь от нее отказаться. Более того, я иду оформлять кредит, у меня, меня принимает парень, да, вот там Максиму, как его зовут, фамилия я его не помню. По документу у меня вообще идет Бондаренко Татьяна. То есть, получается какие-то нарушения тоже прямых обязанностей, общаясь с одним человеком, вообще здесь стоят фамилии, вообще другого человека, вообще женщины. И она мне говорит следующее то, что это, конечно, индивидуальный случай, будем пытаться делать, будем писать обращение. Я говорю, конечно же, буду писать обращение. Я написал кратко все то, что я вам сейчас пересказал. Вот в письмо все изложил, что обратился в банк, попросил кредит, меня не проинформировали, мне не объяснили, что я могу от этих всех услуг отказаться. Мне просто-напросто впаяли эту страховочку. Даже она сама, заместитель управляющего, говорит, что на самом деле 264 тысячи, это не маленькая сумма. На что после этого я оставляю ей обращение и говорю, что будем дальше делать. Сейчас, по идее, должно провестись расследование. В идеале, если они смогут поднять видеозапись, когда я пришел в банк, если у них это все сохранилось. В таких серьезных учреждениях, по идее, это все должно храниться. И в идеале нужно поднять наш разговор, чтобы можно было послушать и посмотреть, что он мне говорит. У меня же один аргумент здесь простейший, но самый действенный. Если бы мне менеджер все бы объяснил и сказал, пацаны, я опять же возвращаюсь к всему начатому. Вы прекрасно уже меня знаете. Вы знаете, что я не дурак, я не какой-то там глупый, потому что у меня тепленький. Я бы 100% от этой услуги отказался. Но когда тебе говорят, что она по-любому тебе нужна, без нее это никак. И он даже не объяснил, что 264 тысячи. Ну у меня сердце даже болит уже от этих вот 264 тысячи и то, что еще с процентами, что он мне закинул все это в сумму кредита, блин. Ну вообще это ненормально. Вот хочется обратиться непосредственно к самому банку, к самому руководящему составу. Вот на что вы рассчитываете, вот когда вы делаете такие отношения? К вам приходит один человек, берет кредит. Вы ему даете там процент, не навязываете вам абсолютно никаких условий, там дополнительных условий страхования. Я к вам прихожу, вот молодой парень, я там молодой предприниматель, прошу вас денег. Почему? Почему происходит такая ситуация, то что меня грамотно не информируют, мне навязывают ту услугу. Ну вы сами, многие из вас согласитесь, вот с вами по-человечески пообщаться, что вообще, ну нахера она мне не нужна. Уж извиняюсь за грубость, но вот так. Бизнес как-то по идее многие строят на отношениях на длительных. Я раз у вас взял кредит, там закрыл бы его, в дальнейшем бы взял. А вот вы думаете, после этой ситуации, мне вообще охота идти к вам в Альфа-банк и просить вам, да даже если, даже если предположить, что вы пойдете мне навстречу, все равно вот это пятно на душе, оно остается. А всем людям, кто хочет взять кредит, друзья, сто раз вообще подумайте, стоит ли вам ввязываться в долги. И самое главное, если вы также где-то в чем-то вы занимаетесь, ну в юриспруденции, в банковской деятельности, вы первый раз там идете за кредитом, вот поверьте просто моему теперь опыту, идите туда либо с юристом, либо берете договор, уходите из банка, отдаете его юристу. Но опять же, лучше идти непосредственно с ним, чтобы он все читал, прочитывал. Потому что мне парень рассказывал совсем одни условия, говорил, что все классно, это для тебя выгодно. По факту вы сами все прекрасно понимаете, что ни хрена здесь ничего не выгодно. То, что он мне реально просто вот так вот проехал по мне просто как по лоху, блин. Я беру кредит, я плачу за него процент 500 тысяч рублей, в реале, это вот просто за 5 лет, вот я должен по идее отдать банку 500 тысяч, что мало что ли? Так нет, они еще дополнительно тебе какую-то нагрузку дают, вот на хрена это надо? Значит вот такие подробности моей происходящей истории. Что будет дальше? Я сейчас жду от них официального решения, они мне уже дали понять то, что это будет не быстро. Пока расследование, тем более сейчас новогодние праздники, после 9 числа только все это начнет. Я не буду по 100 видеороликов снимать, кричать о том, что они плохие. Давайте сделаем по следующему. Дождемся их официального решения, чтобы они мне вот вынесли и сказали, что же будет. Конечно же я уверен скорее всего, что они мне скажут иди на хрен, подпись твоя стоит и вот до свидания. На основании этого читай внимательно договор. Но факт свой я вам объяснил, что здесь дело не в договоре, здесь дело в том, что я пришел и доверился сотруднику банка, проверенного известного банка. И он меня получается в беседе обманул. Посмотрим, что из этого будет. Параллельно всему этому я вот ко многим могу, хочу обратиться. Если кто-то из вас сталкивался с такой ситуацией, проходил там через судебную практику, смотрел. Ну на самом деле, парни, ну это обман. То есть я хотел бы попробовать бы, если не получится с ними договориться, как-то обратиться через суд. Написать исковое заявление, выйти в суд, ну вот объяснить ту же самую ситуацию уже вот не вам, не им, а судье. И пусть он примет решение, на чьей же стороне все-таки будет правда. Друзья, у меня к вам одна просьба. Обязательно поставьте лайк этому видеоролику, напишите комментарий с вашим мнением. И обязательно поделитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Пусть больше людей узнают, будут вооружены информацией, что такое в жизни бывает. Непосредственно самому менеджеру Максиму передаю огромный привет, ты вообще красавец, вот так вот блондино развести не удавалось еще никому. Это, конечно, смешно, и как бы, как говорит, знаешь, вот смеюсь, блядь, и вытираю вот так вот слезы. Писал, да, что стимул теперь есть пораньше вставать. Вот многие из вас с чувством юмора вот с таким. Кто-то пишет, вот правильно, вставать пораньше, работать и кормить вот этих вот людей. Как есть, парни, огромное спасибо всем тем, кто написал и выявил желание там скинуться копеечкой, там дать 10, 20, 30 рублей, мол, нас много, сейчас все скинемся и закроем там чуть ли не весь твой кредит. Это не проблема, и все будет хорошо. Спасибо вам большое, но вот переходить к пожертвованию, это точно не в моих планах. Будем пытаться добиваться все по-честному, потому что если мне удастся отменить вот эту страховку, хоть как-то, чтобы они мне ее скостили, кредит я буду закрывать сам и досрочно. Но в любом случае, вам за проявленную инициативу помочь мне очень приятно, большое спасибо. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, там выходят всегда только свежие новости. Сегодня у нас 24 декабря, впереди у нас новогодние праздники, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас в Новом году все было точно хорошо, вот без этих вот происшествий каких-то нелепых, скажем так. О новогодних праздниках уже очень много планов, будет хотя бы свободная неделя, поездим, поснимаем машину, много чего есть интересного. Поснимать, рассказать, в общем, будем стараться развивать и канал, и основную работу. Всем до новых встреч, пока-пока!